Я, Сергей Никольский, рассказываю про голландские картины Золотого века, приветствую всех на своем канале, и это видео про безымянные картины. И сначала надо четко и ясно определить тему, а тема это нечеткость и неясность. Это первое из нескольких видео, где эпиграфом может служить фраза «Авторство старинных картин нетвердо». И вот сегодняшнее видео про безымянные картины, которые лелеются в частных небольших собраниях, пылятся в запасниках больших музеев и, конечно, продаются на аукционах. Это там основной товар. Картин таких очень много, слишком много, и обычно они слабые и неинтересные. И тогда сразу же вопрос, а зачем про них говорить? Ведь надо только про гениев и шедевры. Именно так и устроены музеи, которые не рассказывают историю, каким искусство было, а хвастаются. Так устроены книги по истории искусства, не только популярные, но даже научные. Ощущение такое, что сговорились. Пишут только про Рембрандта, словно никого другого на свете не было. Вообще так устроена сама наука, вся история искусств. Только про лучшее и важное. Подход, на мой взгляд, неправильный. Это все равно, что говорить про национальную кухню какой-нибудь страны, но обсуждать только 10 самых дорогих и известных ресторанов. И не рассматривать то, что и составляет 99% того, что едят люди. То есть набор продуктов в супермаркетах, блюда в столовых и дешевых кафе, завтраки, обеды, ужины и привычки семей. Если все это пропустить, то у нас не возникнет трезвого понимания, что такое праздничный стол и что такое обычный, чем ресторанная еда отличается и чем она похожа на ежедневную, чем наедаются граждане одной страны и чем питаются в другой. И вот с искусством похоже. Если мы не будем смотреть на все картины целиком, то будет трудно понять, чего хотела публика тогда, в 17 веке. Как художники подлаживались под эти вкусы, на какие компромиссы они шли. И вообще не поймем, что было общего для всего национального искусства. Ведь только по художникам третьего ряда и можно понять, что такое национальная школа. Потому что гении, гении все не похожи друг на друга. Кроме того, если мы не будем смотреть на обычное, рядовое, рутинное, то нам не понять, почему гении так хороши. И хороши ли, это ведь тоже вопрос. И без широкого взгляда нам не понять всей искусствоведческой кухни. Как и почему картины попадают в экспозицию, а почему какие-то идут в запасник. Не поймем мы, как обычная картина превращается в шедевр. Вчера она продавалась за пару тысяч евро и с трудом продали, а сегодня вдруг стоит несколько миллионов. Что это такое? Почему такое может быть? Если смотреть на все картины, и на хорошие, и на плохие, то станет понятно, чему верить, а чему не верить в искусствоведческих писаниях. И вообще многое станет понятнее. На самих гениев начинаешь смотреть по-другому, когда видишь не несколько их работ в лучших музеях, а когда вдруг смотришь на все, что они нарисовали, написали, сделали. Помню, как меня удивило, что Эль Грека со своими рабочими изготавливал по много десятков, иногда более ста копий одной и той же своей картины. Сейчас количество этих картин обычно не упоминают. Выбирают одну из них, объявляют ее оригиналом и им восхищаются. Потому что подобная китайская штамповка считается несколько неприличной, ведь Эль Грека наш любимый герой. Оказывается же, что двигало им не вдохновение вовсе, а страстное желание заработать. Сто копий игнорируются искусствоведением, не исследуются, а упоминаются мелким шрифтом в специальной литературе. Они становятся второсортными картинами, приписываются безымянным копиистам, хотя сам мастер не считал зазорным зарабатывать таким способом и тратить на них силы и время. И рассказ свой я должен начать с объяснения. Какие такие безымянные картины? Насколько безымянные? Где они вообще? И для этого я приглашаю вас на аукцион. Правда, купить там ничего нельзя. Этот аукцион уже прошел. 7 декабря 2022 года. Аукцион Бонамс в Лондоне. На Нью Бонд Стрит. Центр искусств. Приличное и очень дорогое место с несколькими кураторами, у которых университетское образование. И бакалавр, и даже магистр. Это говорит о серьезности предприятия, потому что для дилеров искусства самое важное это все же наметанный глаз, а не университет. Аукцион достойный. Картины там обычно выше среднего уровня. Мусора там мало. На аукционе продали 72 лота старых мастеров. Из них голландцев было 12. Но про все эти картины я не буду. Тогда стержень моего рассказа потеряется. Но вот несколько картин с аукциона Бонхамс, которые обычно никогда не попадают в кадр. Это картины, которые клубятся вокруг освещенных островков в истории искусств. Итак, лот номер один. Автора здесь нет. Это портрет ребенка 1639 года. Год там указан. Никаких сюрпризов. Подлинный портрет кисти неизвестного художника. Продали за 38 тысяч 100 фунтов стерлингов. Дороговато. Но вот кому-то понравилось. Вообще цены на голландцев на этом аукционе были слишком высоки. У меня подозрение, что связано это не с качеством картин, а с нынешней безумной инфляцией, когда все побежали избавляться от бумажных денег. А про художника изображенного ребенка ничего не известно. Ни в какие книги картина не войдет. Если вы ее увидите где-то, то пробежите мимо. Но это радость для коллекционера и еще надежда для дилера. Перепродать подороже. Лот номер 2. Это картина с именем художник Хендрик Сорк. Картина подписана, а значит это верная его работа. Художник этот третьего ряда, тщательная и приличная композиция с крестьянами, кутящими в трактире. 53 220 фунтов. Цена за картина чуть выше обычного, хотя однажды когда-то его картина чуть большего размера была продана за 1 762 500 долларов. Случилось в 2011 году. Но то было исключение из правил. Сумасшествие, которое иногда не сходит на торгующихся на аукционах. Картина Сорга тут, чтобы показать пример обычной и неинтересной работы. Сейчас такая никого не вдохновит, но бывали целые эпохи, когда вкусы публики поворачивались в какую-нибудь странную сторону. И вдруг та или иная художественная рутина прошлых веков ходила в моду, и каждый приличный джентльмен считал своей обязанностью восхищаться чем-то с нашей точки зрения странным и непонятным. Было время, когда такие коричневые мужички были популярны. Заметьте, что это приличные мужички, чистенькие, а были еще, я расскажу о них чуть позже, мужички грубые, которые тоже бывали популярны и висели в лучших коллекциях. Лот номер 6. Это уменьшенная копия 18 века с голландской картины 17 века. Продали ее за 24 225 фунтов. Копию сделали когда-то, чтобы она услаждала глаз. И сейчас картину купили для того же, чтобы она услаждала глаз, и никакой ценности точки зрения искусства здесь нет. Ну, просто красиво. Эта картина – дорогая вещица-сувенир. Такие поздние копии часто выдают заподлинную голландскую живопись 17 века. В этом случае аукцион был честен. Лот 29. Художник здесь неизвестен, но заявлено, что это круг Рембрандта. То есть живописец того же самого времени, который подражал мастеру, хотя и не его ученик. Предварительная оценка картины была от 7 до 10 тысяч фунтов. Но никто не купил. Очень слабая работа, неизвестный художник, неизвестное времени, и даже век тут сомнителен. К Рембрандту никакого отношения. Иногда такого рода работы расчищают. Если там есть, то расчищать, и вот тогда их объявляют новонайденной картиной гения. Но вот этому портрету ничего такого не грозит. Лот 31. Мастерская Франца Халса. Ну так аукцион объявил. Продана была за 8 тысяч 952 фунта. Что такое мастерская? Это значит, что работу под руководством мастера исполнили его рабочие или ученики, а потом мастер подправил. Картина 1640 года. Атрибуция этой поздней и неумелой копии полностью на совести аукциона. Правда, цена портрета тоже вполне красноречиво говорит, что к Халсу тут никакого отношения. Потому что хорошая мастерская Халса сейчас стоит полмиллиона. Непонятно, кто купил эту поделку и зачем вообще. Лот 55. Еще раз в авторах мастерская художника, а не сам художник. На этот раз мастерская Рембрандта. Автопортрет. Это копия с Нюрнбергского автопортрета. И ее продали за 30 540 фунтов. История оригинала, с которого и была сделана данная копия, довольно веселая. Сначала подлинником считался портрет из Нюрнберга. Вот этот. Потом ученые поняли, что в Нюрнберге копия, а подлинник – это такой же автопортрет из Гааги, из Маурицхейса, то есть в голландском собрании. И голландские ученые в основном поддерживали эту теорию. Через какое-то время немецкий ученый обнаружил, что все же в Нюрнберге оригинал, но с ним никто не согласился. Потом сделали рентгеновские снимки и поняли, что все-таки оригинал не в Гааге, а в Нюрнберге, а в Маурицхейс это копия. Как поняли, дело в том, что Рембрандт никогда не делал подготовительного рисунка. Он сразу же писал красками, кистью. А вот в Маурицхейсе такой рисунок обнаружился. Кстати, такое случилось не только с этим автопортретом, но и с другими. Голландские специалисты до сих пор считают свою картину оригиналом. Ну, патриоты. Есть еще две копии автопортрета, это получается четвертый. Так это на самом деле мастерская Рембрандта. Смело это утверждение полностью на совести аукциона. Доска на самом деле 17 века, но картина была написана по меньшей мере через три года после оригинального автопортрета Рембрандта. У этой проданной на аукционе панели почти никаких шансов войти в историю искусств. Лот, 71-й, и здесь есть автор, это Якоб ван Рейсдал, самый главный голландский пейзажист. Продана за 33 060 фунтов. Зачем я привел эту работу? Потому что известен художник и работа художника первого ряда. А потому что у нее есть шанс быть разжалованной из Рейсдалей. Дело в том, что Сеймур Слайф, который составил последний каталог Резоне Рейсдала, каталог Резоне – это каталог, где указаны все работы художника. Так вот, Сеймур Слайф сам работы не видел и судил по фотографии. Слайф был известный, важный, но не очень хороший искусствовед. И вот если появится кто-то молодой и голодный, который захочет на самом деле с Рейсдалом разобраться и возьмется за новый каталог, то неизвестно, неизвестно, что будет. Но покуда, это Рейсдал и дешевый Рейсдал. На аукционе были другие голландские работы, подписанные и анонимные. Но здесь можно закончить перечисление. Мне было важно показать те работы, которые в истории искусства не включают. Подобных работ сотни тысяч. Они постоянно продаются, перепродаются, даже музеи расстаются с такими второсортными сокровищами. Это протоплазма, которая наполняет межмузейное пространство. И она обычно спокойная и сонная и вдруг иногда оживает. Почему? А потому что наши вкусы меняются. Какие-то художники выходят из моды, а кого-то мы вспоминаем и открываем заново. Ученые должны писать новые статьи. Они ищут о ком, про кого. Коллекционеры собирают свои собрания и хотят, чтобы у них были самые лучшие работы. Умные коллекционеры платят искусствоведам, и те вдруг выясняют, что в коллекции не копия, а оригинал. Так что плохие картины иногда превращаются в хорошее, а хорошее наоборот в плохие. Как-то вдруг поняли, что бриллиант в Мауритс Хейсе это копия. Словом, история искусств, как и прошлое любой страны, вещь непредсказуемая. И она зависит и от наших теперешних мнений, и от бескорыстных ученых, и от корыстных ученых, и от дилеров, словом, от множества факторов. Именно поэтому абсолютно железные факты истории искусств лучше не принимать безоговорочно. Характерной особенностью безымянных картин является то, что иногда они превращаются в великие шедевры. Обычно раз в год в газетах мелькает сенсационная новость, что некто купил за пару тысяч евро работу в стиле Рембрандта, Веласкеса, Леонардо на каком-то аукционе, а потом это оказалось оригиналом. Рембрандта, Веласкеса, Леонардо и стоит теперь миллионы. И вот я приведу пример, правда, не голландский, а испанский, но уж больно он хорош. История эта 2017 года, когда эксперт Ричард Д. Виллермен обнаружил неизвестную картину Веласкеса, которая немедленно была продана на скромном, однако же бойком испанском аукционе за 8 миллионов 700 тысяч евро. Продана неизвестно кому. Кстати, тот же самый эксперт в 2003 году сходным образом нашел две картины Гойи, которые были проданы на том же самом аукционе Абаларте за 2,5 миллиона евро. А до того куплены неким удачливым любителем искусства всего за полторы тысячи евро. В 2020 году тот же самый Ричард Д. Виллермен нашел другого до то ли неизвестного Гою, которого сразу же оценили в 800 тысяч или в миллион евро. Но вот до продажи как-то дело не дошло, а дело потом замяли. И тут думаешь, что бывают люди или конторы, не знаю, или интересы каких-то синдикатов, которые на века и непотопляемы. И вообще все им как сгуся вода. Тот же самый замечательный эксперт Ричард Д. Виллермен нашел в 2022 году еще одного Веласкеса, который тоже был продан за 4 миллиона 270 тысяч евро. Заплаченные за картины деньги, между тем, были вполне настоящими, а не фальшивыми. Вот везет же людям. Я думаю, что Ричард Д. Виллермен и дальше будет находить шедевры. А интересно отметить, что у него нету никакого образования. Он говорит про себя, что учился в Институте искусств Курто, не говорит, что закончил его, говорит, что учился. Никаких печатных работ у него нет. Впрочем, я говорил, что на самом деле дилерам образование не нужно. Увы, все это настоящая история искусств, ее плоть и кровь. Я возвращаюсь голландцам, но нужно опять про тему моего видео. Даже изученные шедевры с уверенностью приписанные гением могут оказаться чем угодно, потому что атрибуции всегда не совсем твердые. И еще тут надо помнить, что самые сомнительные атрибуции на аукционах, на хороших аукционах, которые были когда-то сделаны, со временем улучшаются, ну, как вино, и входят, входят в конвенциональную и всеми признанную историю искусств. На атрибуции, которые были сделаны дилерами, начинают ссылаться серьезные искусствоведы. Эдакая смесь двух несовместимых подходов, коммерческого и научного. А теперь чуть подробнее, кто именно находит имена художников для безымянных картин. Есть несколько возможностей. Ну, во-первых, сами музеи. Здесь проблема, потому что музеи запрещают своим работникам делать делать атрибуции картин, которые находятся в других музеях. Ну и правильно, потому что на музей или на искусствоведа можно подать в суд, ибо ценность картины, которую считали за Рембрандта и которая оказалась его учеником, снижается, убыток, тяжба, и музею из этого просто не выбраться. Так что музейные работники разбираются только с картинами из своих собраний. Кто был автором той или иной картины еще решают аукционы. Дешевые аукционы этим не озабочены, и у них нету ни средств, ни специалистов для того. Просто лепят какое-нибудь приблизительное имя и вперед продали замечательно. С дорогими аукционами другая история, у них есть свои специалисты, которые часто дают атрибуцию. Иногда аукционы обращаются к настоящим ученым. Обычно если аукцион уверен, что у него в руках картина художника Х, и есть некий ученый, который составил каталог резюне этого художника Х, то к нему обращается аукцион, и ученый с радостью едет сам смотреть на картину, потому что к корпусу работ художника, которым он занимается, он хочет добавить еще одну, ну или наоборот сказать, что это какой-то другой автор. И для ученого важно увидеть работу своими глазами. такое бывает редко, потому обычно аукционы, серьезные аукционы пользуются услугами специальных фирм. И вот про одну такую фирму я сейчас расскажу. Это фирма Фреда Мейера. Вот он. Фред Мейер ученый и голландский искусствовед. У дилеров обычно доктората нет, а Мейер защитил докторат, хороший докторат. Сделал это когда ему был 61 год. Молодец. Он автор научных статей, серьезных. Тоже молодец. Работал он в РКД. Это Нидерландский исследовательский институт по истории искусств. Раньше он назывался Имперское или Государственное бюро по документации истории искусств. Я тут воспользуюсь случаем и поблагодарю РКД за их замечательный сайт, замечательный проект, который так помогает в написании этих заметок. Фред Мейер несомненный знаток натюрморта. Он написал важный каталог Яна Дехема и важный словарь с голландцами и фламандцами, которые писали натюрморты. Во время работы в РКД он начал заниматься атрибуцией сначала натюрмортов, его специализация, а потом и всего прочего, вовсе не его специализация. 20 лет тому назад атрибуция картины в РКД стоила 59 евро в час. Я не знаю сколько часов тратили на картину искусствоведа, и каждый год РКД давал около 550 заключений, и из них Мейер разбирался с 60 картинами. Затем он стал заниматься с атрибуциями еще энергичнее, и они уже почти всегда были на основании фотографий. С 2017 года Мейер не захотел делиться и основал собственное искусствоведческое предприятие и продолжил определять авторов для многочисленных аукционов, в том числе для Содбис и Кристис. Работа эксперта знатока предполагает оптимистически смотреть на любую безымянную картину. Так какие же возможности выбора у специалиста, когда тот решает, кто автор картины? Первая возможность это сам художник, сам мастер. Тут никаких вопросов, все понятно. И далее по убывающей. Вторая возможность мастер при участии мастерской и подмастерьев, как тот автопортрет Рембрандта на аукционе Бонхэмс. Художник сам задумывает картину, дает указания своему ученику или рабочему, тот начинает выполнять придуманную мастером композицию, потом мастер подправляет неумелую руку и картина готова. Третья возможность приписывается мастеру. Некий ученый заявляет, что по-моему это Рембрандт, Веласкес, Леонардо, кто угодно. Вот такое у него мнение и он готов его отстаивать. Другие с ним могут не соглашаться и обычно не соглашаются. В любом случае это увеличивает цену картины. Потом идет четвертая возможность, это другой какой-нибудь малоизвестный художник, потом последователь великого гения, это еще хуже, потому что тут даже мы не знаем имени того, кто написал, последователи могут быть полупрофессиональны, следующая возможность это копия и наконец последняя неизвестно кто. Так вот, если вы говорите, что это мастер, первая возможность, или мастер с учениками, или приписывается гению, то тогда ваша судьба стать знатоком искусства, основать фирму вроде фирмы Фреда Мейера. Если вы говорите, что это малоизвестный художник или копия, то тогда вам стоит стать искусствоведом и печатать какие-нибудь научные статьи и издавать их маленьким тиражом. Если вы говорите, что неизвестно кто, то в европейской науке такое не принимается, вам лучше бросить искусствоведение и уехать в Индию, где голландским искусством не интересуются. Существует несколько правил атрибуции, которые постоянно нарушают. Первое. Атрибуцию нельзя давать за деньги. Деньги мешают ясности взгляда. Об этом говорил еще Бредиус, знаменитый голландский искусствовед, тот самый, которого ван Мейгерен обманул со своей подделкой Вермеера. Бредиус был богатым человеком, может быть, поэтому он никогда не брал деньги за атрибуции и если ошибался, то ошибался бескорыстно. Увы, другие искусствоведы не столь щепетильны. Второе правило. Нельзя быть специалистом по всей живописи старой и новой. Нельзя быть специалистом по всей старой живописи. Нельзя быть специалистом по всей старой голландской живописи. Человек может глубоко знать одного, двух, трех художников, не больше, и вот там он будет настоящим специалистом. И это при том, что голландцы 17 века это совсем небольшая школа, ну, максимум 150 лет. И все равно знать ее всю невозможно, и если кто-то определяет всех художников этой школы, то это не очень серьезно. И, наконец, третье правило. Нельзя судить о картине по фотографии. Нынешние цифровые фотографии замечательны, они на самом деле могут сильно помочь в исследовании, но для того, чтобы определить, кто художник, помимо научной составляющей, должно быть впечатление, никуда от этого не уйдешь. Картину надо видеть вживую. Это почти никогда невозможно. Это случается только тогда, когда кто-то пишет каталог художника, и у него есть деньги на путешествия. А так, представьте, французский аукцион, и там есть картина Адриана ван Остаде, наверное, и она похожа на картину в Берлине. Для того, чтобы сравнить эти две картины, нужно сначала поехать во Францию, потом поехать в Берлин, посмотреть на оригинал или на прототип, после этого осмотреть еще несколько картин Адриана Ивана Остада из других собраний, после этого подумать и решить. Вы помните, 59 евро за час работы. Добавьте к этому цены на билеты из Берлина во Францию и обратно, путешествия в другие страны, гостиницы и все прочее. А картина может стоить несколько десятков тысяч евро. Никто на такую серьезную атрибуцию не пойдет, потому что еще может оказаться, что это вовсе не Адриан Ван Остаде. Так что каждая картина должна ждать свой научный каталог и своего ученого, ученого, а не дилера. А теперь ответьте мне сами, стоит ли безоговорочно верить атрибуциям Фреда Майера, если А. Он дает атрибуции за деньги, Б. Он дает атрибуции по всему голландскому и фламандскому искусству и В. Он дает атрибуции по фотографии. Решайте сами, стоит ли нет. А в этой части видео про одного известного художника и одну его знаменитую картину. Если мы смотрим на шедевр, то все в порядке, но если мы смотрим шире, то даже всеми признанное авторство вдруг начинает размываться. Я расскажу про Адриана Брауэра, фламандского художника, который работал и в Голландии, и во Фландрии, повлиял и на фламандцев, и на голландцев, и про одну из его самых знаменитых работ. Но сначала о самом художнике и о том типе жанровой живописи, которую он и запустил на орбиту. Уже в 16 веке стали популярны изображения черной кости, нищих, бродяг, быдла и грубых крестьян. Вся эта низкая жизнь, где в тавернах дерутся, курят, отойдя к стене или даже никуда не отходя, мочатся, поют, пьют и гримасничают. Все это господам с белой костью и голубой кровью, богатым и сытым, казалось очень смешной штукой. Питер Брегель старший был для современников как раз таким комическим художником. В 17 веке данная мода на изображение грубиянов, шумазых невеж и отвратительных пьяниц не только сохранилась, но усилилась. Отзвуки этого отношения русский читатель может найти в портрете Гоголя, где клиентка радостно узнает в картине на стене мужичка, и это ее забавляет. Я прочту этот фрагмент без французских цитат, мой французский недостаточно хорош, я его совсем не знаю. «А, вон, наконец, вижу вашу работу», сказала дама, побежав к супротивной стене и наводя лорнет, настоявшие на полу его этюды, программы, перспективы и портреты. «Это очаровательно, Лиза, Лиза, иди сюда. Комната во вкусе теньера, видишь, беспорядок, беспорядок, стол, на нем бюст, рука, палитра, вон пыль, видишь, как пыль нарисована. Это очаровательно. А вот на другом холсте женщина, моющая лицо, какая красивая фигура. Ах, мужичок, Лиза, Лиза, мужичок, в русской рубашке, смотри, мужичок». Гоголь говорит о России 19 века, я говорю о 17 веке, и картины такие писали все эти века и писали повсюду. В 17 веке их писали во Фландрии, в Голландии, в Германии и даже в Италии. В Италии их часто писали иностранцы, как раз голландцы и фламандцы, и их звали бомбочанти. Картины с отребьем часто писали грубо, а потому они были дешевы, их было множество, они производились в товарных количествах, их повторяли, перепевали, копировали, все что угодно. А профессиональный художник писал такую картину за день, иногда мог написать две за день. И эти пьяные безобразия сделал популярными Адриан Брауэр, учившийся и живший какое-то время в Голландии, а потом перебравшийся к себе на родину во Фландрию. Чтобы лучше понять разницу между господами и объектом их шуток, будет уместно показать портрет самого Брауэра, элегантного красавца. Портрет кисти ни много, ни мало самого Ван Дейка. Брауэр при жизни был популярен и любим, особенно любим художниками. У Рубенса в собрании было 17 его картин, а в Рембрандте 6. Чем интересен Брауэр? Дело в том, что одну картину можно писать год, а другую день. При этом обе картины будут хороши или плохи, и они вовсе не будут зависеть от времени на них затраченного. Просто у каждой картины будут свои задачи и цели, своя манера, свои клиенты и покупатели. У каждой картины будет своя цена. 400 лет тому назад картину оценивали в основном по количеству труда, фото, крештения, по усердию, затраченному художникам, когда картина с пятью фигурами была почти всегда дороже, чем картина с одной фигурой. И это приводило к тому, что мастера тогда часто пытались выдать дешевую живопись за дорогую. Писали за день или пару дней, а делали вид, что гораздо дольше. А для того существовали известные приемы, и которые неплохо работали, кстати. Например, прописывалась только та часть холста, на которую обращаешь внимание в первую голову. Или еще тщательно изображалась материальность второстепенных предметов, мол, художник и там долго сидел и работал, высунув язык. Несколько таких проработанных мест вытягивали свободную жидко написанную картину на следующий уровень цен. Так вот, Брауэр писал простые и дешевые картины со смердными пьяницами, почти не прибегал к таким приемам. Он не стремился делать вид, не стремился выдавать дешевое за дорогое, а словно говорил, я сейчас напишу нищего, напишу его быстро, смешно и дешево, зато напишу хорошо, там будет рожа, сюжет и на самом деле смешно. Живописи будет на пять копеек, но и стоить она будет тоже пять копеек, зато карикатура моя будет хороша. И вот после того, как я представил Брауэра, нужно рассказать про одну его едва ли не самую знаменитую картину, которая была оригиналом, а оказалась копией, которую исполнил кто-то другой. А другая картина, которая была неинтересной копией, а тут надо сказать, что любой шедевр окружает облако целый рой картин, копий, повторений, так вот, одна из таких картин вдруг оказалась оригиналом кисти самого Адриана Брауэра. Картина называется «Горькая пойла», и она из Франкфурта, из Штаделя, известна с 18 века. Уже тогда ее оценили в 18 веке и делали с нее гравюры. Штадель и пойла с 1872 года. С тех самых пор пишут про него в статьях и книгах. Характернейший пример для жанровой живописи из низких земель. Пока все хорошо, да, шедевр и шедевр, не убавить, не прибавить. Были известны несколько копий с франкфуртской картины. Одна во французском музее, одна в канадском, две в частных коллекциях. Есть и другие повторения, но, очевидно, это поздние картины, аукционные дома продают их без датировки, и исследовать всю именно так же никто не думал исследовать и четыре хорошие копии. И, как выяснилось, напрасно. В 2018 году голландский историк искусства Жак Рудгерс посмотрел на оригиналы копии внимательно и выяснил, что оригинал был копией, а одна из копий, вероятно, оригиналом. Это открытие на сто процентов, ну, почти на сто. Подтверждается дендрохронологией, когда по годичным кольцам определяют время, когда росло дерево, из которого сделали панель, на которой потом и написали картину. Так вот, Пойло из Франкфурта скорее всего было написано после 1638 года, после смерти Брауэра. Шедевр оказался копией. Ну, одна из копий, по утверждению Рудгера, оказалась оригиналом. Так Брауэр ли это? После такого скандала я бы не стал безоговорочно утверждать, но скорее всего да. Приняли ли это открытие ученые, хотя прямо откреститься от картины во Франкфурте не могут, потому что картина вошла во все учебники истории искусств, но никто Рудгерсу не возражал. А статью его теперь постоянно упоминают, когда говорят про горькое пойло. Мол, есть и такое мнение. Хотя и затуманенное, но это признание правоты. Правда, когда человек или картина, или текст становятся знаменитые, они остаются на Олимпе навсегда. Даже тогда, когда поняли, что слава их не заслужена. Дело в том, что слава не может быть заслужена или не заслужена. Слава или есть, или нет. Во Франкфурте до сих пор гордятся своим Брауэром. Ну, на здоровье. Но я в этом видео не только про Брауэра, а про те картины, которые в истории искусств обычно не упоминают, а зря. Случай с Горьким Пойлом подчеркивает, что на самом деле не так просто провести границу, которая твердо отделяет шедевры и гениев от анонимных картин и безвестных художников. От океана забытой живописи, который пучится между островами музеев. Автопортреты Рембрандта, менявшие авторство и становившиеся из оригиналов копиями и наоборот, это другой пример тому. И примеров таких в истории искусств множество. Шедевр это наше, это современное понятие. Старой живописи оно иногда не подходит, и это одна из причин, что и сегодня появляются все новые Рембрандты, Веласкесы и Брауэры. Вот пример еще с одной картиной Брауэра, которая из неинтересной работы стала всем интересной и стала дорогой. Старик, спящий в таверне. Недавно она заняла место в Королевском музее ящных искусств в Антверпене. В 2007 году на аукционе в Брюсселе картину из коллекции графа Берки Хайк продали за 4600 евро. Купивший работу дилер немедленно решил продать ее на Сутбис. Это, кстати, характерная практика в торговле старым искусством. Большинство тамошних бизнесменов хотят продать купленное немедленно, поэтому-то иногда и появляет одна и та же картина на разных аукционах несколько раз в течение года-двух. На Сутбис решили, что спящего старика можно посчитать за Брауэра, но нужна предварительная работа. И Сутбис устроили продажу в галерею Арнольди Ливи в Мюнхене за 360 тысяч евро. История не заканчивается. Через год эта галерея продала эту картину, теперь уже картину Брауэра, которая подтверждалась высокой ценой, на том же самом аукционе Сутбис, то есть рука руку моет. Новая цена была 742 тысячи евро, в два раза дороже. Цена, которая стала такой высокой, полностью гарантирует авторство, и если кто-то захочет возразить, он будет иметь дело с юристами Сутбис и с юристами Королевства Бельгия. Вы хотите этим заняться? Нет, я не хочу, я возражать не буду, это, конечно же, Брауэр. И тут нужна справка, что вообще сейчас думают про Брауэра, сколько у него картин. В начале века ученые думали, что от Брауэра до нас дошло 250 работ. Потом Брэдиус составил каталог и уменьшил количество работ до 120. Позже стали думать, что Брауэр написал всего 80 работ, а сейчас консенсус, что он является автором всего 65 работ, которые в музеях или в частных собраниях. А на нескольких панелях есть монограмма А, Б и еще реже картины подписаны полной подписью Брауэр. Брауэру еще приписывают несколько рисунков, но всеми признанных мало, всего 8 листов в Гамбурге, Виктории и Альберте, Бизансоне, Дрездене и Берлине. Недавно к ним добавился еще один из музея Метрополитен. Если все эти рисунки на самом деле нарисовал Брауэр, потому что подписи нигде нет, то Метрополитен теперь тоже Брауэр. Небольшое количество что и как выставляют музеи. Например, в Эрмитаже хранится три картины художника, из которых одна это всеми признанный Брауэр, она, конечно, выставлена. Вторая картина это никем не признанный Брауэр, который в Эрмитаже висит с этикеткой, что это Брауэр. В Санкт-Петербурге эту картину считают ранней работой художника. Кстати, непохожий стиль у любого художника всегда объясняют, что это или юношеские работы, когда мастер еще ничего не умел, или работы пожилого художника, когда он ослеп или плохо видел. И еще есть одна копия с картины Брауэра, и она, конечно, в запаснике. И здесь о множестве картин, которые появляются, когда в искусстве изобретают что-то новое. И вот это новое во всех его ипостасях начинают копировать разные художники. При условии, конечно, что это новое продается. Брауэр изобрел скоростную копеечную живопись для уже известного жанра. Он ввел в него свежие типы, невиданных ранее героев картин, выдумал нестандартные позы и занятия героев, разработал несколько композиций, придумал мотивы и выбрал особый взгляд, такую отстраненность и усмешку, с которой художник смотрит на своих персонажей. Это и есть его вклад в живопись. И вот новый подход так всем понравился, что его начали копировать, что до сих пор некоторые музеи сетуют на трудность атрибуций. Слишком много сомнительных брауэров на рынке и в запасниках. Как ему подражали? Ну, можно вернуться к приведенной картине Сорга. Там виден мужик, который греет или сушит зад у открытого огня. Так вот, эту фигуру придумал Брауэр. Ну, если не придумал, то использовал в нескольких своих картинах. И вот я разберу одну композиционную схему Брауэра, которая постоянно встречается у его последователей и которую он использовал несколько раз. Но для того, чтобы это увидеть, нужно отвлечься от музейных экспозиций, осмотреть на сотни работ, и вдруг увидишь, что эта схема появляется везде и у очень многих. Она становится абсолютно ясна, и я расскажу об этом на примере картины Брауэра из Дрездена. Вот она. В этой схеме главное происходит всегда на переднем плане. Чаще слева весь это драка. Но может быть что-то поспокойнее, например, группы сидящих за столом крестьян, курящих, или выпивающих, или спящих, или что угодно. Иногда не группа, а кто-то один. Чаще там мужчины, но бывают и женщины. А иногда даже без людей, а навалены какие-то вещи, эту схему использовали и для натюрмортов. За группой главных героев высится стена, стенка, загородка, какие-то доски, или непонятное нечто, отделяющие героев от дальнего плана, который обычно справа и гораздо темнее. Иногда эта комната изгибается буквой Г, но и там тоже есть и ближняя стена, и дальняя. Справа, в глубине комнаты, смутно и чаще небрежно, изображено несколько фигур. Часто некое действие. Кто-то может сидеть у камина, как здесь, или выходить из комнаты или пить пиво, испражняться на стульчике, тоже возможно. Для оживления интерьера изображают и часто одно и то же. Так на стене загородки или в глубине комнаты висит бумажная гравюрка, обтрепанная и с загнутым уголком. Так смешно видеть на десятках, на многих десятках картин тот же самый уголок. На переднем плане желательно предметы. где показана совсем условно их материальность. Для зрителя будет выгодно повернут котел с металлическим блеском, впереди ставят керамический кувшин тоже с блеском, но уже керамическо-глазурным блеском. Такое механическое перечисление материальности стало в голландском искусстве едва ли необязательным. Я говорил про это. Картины с мужичками часто безбожно коричневые, быстро и самое главное дешево, намаханные жидкой краской по темному фону. И вот чтобы эту черноту хоть как-то оживить на стол, на лавку, на какую-нибудь бочку, бывает брошена белая тряпка. Этакий светлый выров из темноты, из черноты. Это сделано, чтобы показать первый план, чтобы пространство позади стало глубже. Иногда вместо тряпки бывает белая бумага или светлая керамика. На некоторых работах на стене, отделяющей первый план от глубины комнаты или где-то сбоку, изображалось окошко чьей-то рожей или харей или физиономией. Иногда просто окошко без никого. Фигуры тоже были похожи одна на другую по духу, по позам, по типам, но о них чуть позже. И вот несколько таких примеров, таких картин, таких заимствований и повторений. Я их привожу почти без рассказов про авторов, иначе видео мое затянется и размоется. Обращайте внимание на пространство и детали. Итак, первая картина это картина Браура из музея в Базеле. Здесь есть монограмма, эта сценка всеми признана. Ну, посмотрим, что здесь есть. Стена есть, гравюрка позади отца семейства, который кричит своей жене, чтобы она торопилась. Есть, уголок загнут. Белая тряпка здесь срисается стола и на голове у матери семейства, которая печет блины. Перед ней керамический сосуд с характерным керамическим блеском. Позади справа копошатся непонятные фигуры в глубине комнаты. Коричневая картина, написанная очень быстро. Следующая работа. Это картина из Далической галереи. Тоже брауэр, без подписи. Сначала эта панель считалась копией оригинальной панели из коллекции Дерренберга. Сейчас же всем очень хочется, чтобы это был оригинал, потому что та картина из коллекции Дерренберга исчезла в последний раз и увидели в 1981 году, и с тех пор новый владелец ее никому не показывал. На том оригинале вроде бы есть монограмма, хотя вроде бы монограмма эта потом исчезла. Короче говоря, ученые силой воли решили, что Далич, вот эта картина, это и есть подлинник, а Дерренберг это копия. Интересно, что они решали это по черно-белой фотографии, потому что оригинал-то сейчас недоступен, причем эта фотография была неправильна. У ученых была фотография вот этой же работы из Далича, но до реставрации. А они подумали, что это панель из коллекции Дерренберга. Вот какие бывают атрибуции. И что же мы тут видим? Стены загородки тут нет, но хотя есть небольшой кусок стены, который близко к нам. Мы видим гравюру, на этот раз над камином, белую тряпку на столике характерной формы, запомните эту форму, сзади плохо прописанные фигуры, а на переднем плане курильщик, который наслаждается, другой курильщик и мочащиеся у стола человек прописаны чуть-чуть подробнее. И керамический блеск на кувшине слева и на кувшине, которая висит на столбе. Следующая работа это из музея Валансьеми. Опа, это еще одна копия. Да-да, копий каждой известной работы несколько. Так вот, Валансьеми держится за авторство Брауэра. Но в таких музеях всегда держится. Сейчас эта картина считается неинтересной копией, время создания которой неизвестно. Возможно, 19 век. Кстати, были еще старинные копии с этой картины. Одна была в Эрмитаже, сейчас неизвестно где, одна вроде бы в Америке, в Хартфорде. Кстати, очень похоже на историю с Горьким Пойлом. Все решили, что им известен оригинал и успокоились. Следующая картина, исполненная по той же схеме. Это неизвестный художник. Картину приписывали то одному, то другому. Пытались приписать ее Брауру, просили на аукционе 40 тысяч евро, не получилось, никто не купил, понесли картину на другой аукцион, там приписали Питеру Квасту, непонятно почему, и продали за 3,5 тысячи евро. Но нас интересует композиция. Ну что ж, традиционная гравюрка, плохо пришпиленная, слева группа людей, которые прописаны тщательнее, белая тряпка на треугольном толике, керамический блеск, ну очень уж слабо сделано, да, мочащийся человек, и смутные фигуры, которые у стены, очень дешевая работа. Второй вариант той же самой работы, и в финской национальной галерее его считают оригиналом Брауэра. Ну что ж, считают, пусть считают, сейчас картина, которая всеми признана за Брауэра. Есть по меньшей мере еще одна копия, которая хранится в музее в Варшаве. Стена и человек на переднем плане, фигурки на дальнем плане в глубине комнаты, металлический блеск выигрышно повернутого котла, слева окошко светлое, которое вместо тряпки показывает, что это первый план, спящий человек прописан получше, чем фигура сзади. Подписи у картины нет, но все согласны с авторством. Другая картина из музея в Берлине. Точно та же самая композиция, что и на предыдущей работе. Что ж, посмотрим, что тут есть, а чего тут нет. Слева окошко, традиционный столик, на котором белая бумага, традиционная поза спящего человека, смутно прописанные фигуры вдали, керамический блеск на горшочке справа. Картина эта была Брауэром, потом решили, что это круг Брауэра, то есть картина перестала быть шедевром. Следующая картина это Давид Теннерс-младший из музея Нивагард в Дании. Надо сказать, что Давид Теннерс-младший использовал схемы и фигуры Брауэра в десятках, может быть, в сотнях работ, которые производил сам со своими рабочими в мастерской. Здесь точно та же самая поза, которую мы видели у Брауэра. Мы видим стену, которая отделяет первый план от второго, столик характерной формы, позади видны картежники, над ними гравюрка с загнутым уголком, ну и, конечно же, керамический блеск на кувшинчике. А теперь несколько копий с одной и той же картины, которые приписаны трем разным художникам. Вот эта картина приписывается Давиду Теннерсу младшему, то есть не стопроцентно он. И здесь мы видим точно ту же самую схему. Стена, спящий человек, столик характерной формы, белая тряпка, чтобы вывести первый план, стеклянный и оловянный блеск на стакане и кувшинчике, гравюрка с загнутым уголком, фигура позади, одна выходит из комнаты, еще на переднем плане дрова. Картина считалась Брауэром, в 1935 году провели реставрацию и увидели, что подпись Брауэра поздняя, ее счистили и увидели под ней подпись Давида Теннерса младшего, которому она сейчас и приписывается. В частной коллекции продана на аукционе. А вот эта картина из музея в Филадельфии, из собрания Джона Джи Джонсона, который купил ее как Брауэра, и вот Брауэром в музее она до сих пор и считается, причем она в запаснике. Если бы был настоящий Брауэр, то быть бы ему в экспозиции. Ну и здесь те же самые повторения, композиционные, с деталями, с мотивами, что и на предыдущей работе. Следующая картина, это непонятная копия, которую продали на небольшом канадском аукционе. И там не было специалиста по старому европейскому искусству, и картину посчитали кисти Адриана ван Остаде. Смотрите, три одинаковых картины и три разных художника. Еще раз, это не совсем то же самое, что было. Это копия 19 века с Давида Тейнерса младшего. Ну, аукцион так и написал. Копия 19 века. Ну, там были честные продавцы. А вот эта картина уже немножко другая. Во-первых, смотрите, здесь есть окошко, не столик, а бочка, ну, а все остальное точно то же самое. Эта картина опять-таки из того же самого музея в Филадельфии, из того же самого собрания Джона Джи Джонсона, и Джонсону ее продали как картину Тейнерса. Ну, Тейнерсом она до сих пор в Филадельфии и считается. Возможно, это на самом деле Тейнерс. Люди на заднем плане, гравюрка с загнутым уголком, белая бумажка на столе, стеклянный блеск, слева окошко. А это, это картина Тейнерса. Правда, не Давида, а Абрахама, его брата, из музея в Генуе, из палаца Росса. Так на самом деле это Абрахам Тейнерс? Да, вон видна подпись. Есть несколько таких картин, и на аукционах точно ту же самую копию, точно такого же мужичка-курильщика приписывают другим художникам, например, Матеусу Ван Хельмонту. Ван Хельмонту. Но мы здесь не про авторство, а про схему. Бочка, белая бумажка, кувшин, который блестит, курильщик сидит на бочке, где есть белая тряпка, керамический блеск на горшке справа, люди на заднем плане, но тут есть еще отвернувшийся к стене за надобностью персонаж. А вот эта картина приписывается Матеусу Ван Хельмонту. На самом деле неизвестно, кто художник, неизвестный автор. Из частного собрания картина с большим количеством персонажей и разных предметов. Смотрите, что тут есть. Стена, которая отделяет передний план от заднего. Люди на заднем плане, кстати, прописаны довольно тщательно. Бочка с характерной белой тряпкой, которая из нее свешивается. Керамический блеск на разных предметах, гравюрка, ну и в гравюрке, конечно же, загнут угол. Здесь передний план справа, а задний слева. Кто на самом деле написал, неизвестно, но ясно, что это художник, который использовал достижения Брауэра и Теннерса. И вот, наконец, последняя работа из той же серии. Та же самая композиционная схема, но написанная уже в другой манере. Это Хендрик Сорг, работу которого я уже показывал. Он писал чуть тщательнее, чуть дольше. Здесь мы не найдем гравюрки, но найдем стенку, найдем керамический блеск. Есть белая тряпка, которая на корзине. Сзади введен человек, который набирает пиво из бочки. Еле-еле написан, а первый план выписан. курильщик со стаканом пива в руке, который выпускает дым, это очень характерный образ для всех, кто подражал Брауэру. Еще по всем этим картинам хорошо глядеть на связь голландской школы и фламандской. Школы эти в XVII веке не различались, и они близнецы. До сих пор трудно увидеть различия. Основным пользователем этой схемы Брауэра, как и других его схем, был Давид Теннерс младший. А Давид Теннерс младший был необычайно влиятельным художником, и ему подражали многие живописцы. Поэтому-то и сохранилось сотни таких картин. Да, на самом деле сотни, я показал меньше двадцати. И вот по этим работам видно, как художники стремились вовсе не к творчеству и оригинальности, а просто хотели заработать. А были еще и другие схемы, тоже широко используемые. Если же показывать героев Брауэра, например, гримасничающего курильщика, или курильщика расслаблено наслаждающегося дымом, как на картине Сорга, когда он сидит широко расставив ноги и не замечает или не хочет замечать мир вокруг, то у нас ушел бы, например, целый день. Эти типы дымят на сотни панелей и полотен. И после того, как вы увидели картины самого Брауэра и картины его подражателей, надо спросить, а есть ли отличия между гением и теми, кто побежал за ним следом? Да, отличия есть, но в основном в приоритете. Само же качество живописи более или менее одно и то же. То есть последователи успешно Брауэру подражали, и отличать его картины от их работ теперь на самом деле трудно. И здесь видно, каким был спрос на живопись в 17 веке. В основном покупатели не требовали никаких кунштюков, они хотели получить картину с пьяным смешным мужиком и такую картину получали. Уникальным такое искусство становится только в наших музеях и в наших головах. Например, Вальтер Бениамин говорил про единственность произведения искусства. В 17 веке это было совсем не так. Воспользуюсь еще раз кулинарной метафорой. Замороженные куриные шницели и шницель из венского ресторана являются едой и даже родственниками. В ресторане отруб из той части телячьей ноги, которую называют фрикандо, нарезают бабочкой после двойной панировки, когда важно не придавить свежую крошку, шницель жарят на смальце, поливают лимонным соком и шедевр готов. Шницель из курицы это нечто иное. И то, и другое это еда. Между ними историческая и культурная связь. Не надо презирать ни то, ни другое, но и не надо выдавать одно за другое. Так и старинное искусство. Оно было разное, рутинное и неожиданное, уникальное и отштампованное, да и думали тогда об искусстве не так, как сейчас. С этим интересно разбираться, но вовсе не обязательно ни любить куриные шницели, ни восторгаться старинным ширпотребом. Гения, шедевры и творчество это наше представление об искусстве. В 17 веке было по-другому. Они занимались премеслом, главной их целью было заработать, и если это понять, то становится понятно из 100 копий, которые сделал Эль Грека со своего Святого Франциска. В этом видео я хотел показать искусство, каким оно было 400 лет тому назад. Спасибо за внимание и до следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok